Насколько эффективно решаются проблемы горожан, а также ремонты дорог, дворов и подъездов, эти темы стали центральными на еженедельном совещании с главой Дмитрием Волошиным. За минувшую неделю от химчан поступило 837 обращений. Из них 90 – это повторные, что на 40 вопросов меньше среднего показателя. Чаще всего люди жаловались на график движения общественного транспорта. Немало жало поступило и на беспорядочную парковку автомобилей. Очень большой запрос от жителей на установку ограждений на внутридворовой территории, так как снег у нас выпал только сейчас, и где-то еще сохранялся газон, машины паркуются часто на тротуарах и на зеленых насаждениях. Запрос большой, не всех можем сразу удовлетворить. Следом подвели итоги программы благоустройства дворов. Так, за минувшие пять лет в Химках отремонтировано без малого 300 дворов. 54 адреса придомовых территорий будет реконструировано в 2020 году. Во дворах появились новые детские игровые площадки и современное освещение. Дмитрий Волошин дал распоряжение особое внимание уделять безопасности. Я вас прошу очень серьезно относиться к видеонаблюдению и к установке шлагбаума. Александр Анатольевич подключится по этой части. И финансовое управление предусматривать. Есть нюансы, можно ставить за бюджетные деньги, нельзя ставить. Пожалуйста, юристы пусть разберутся, финансисты, как это сделать. Нужно, чтобы камеры стояли во дворе. Управляющие это компании будут делать или это бюджет города будет. Планируйте, принимайте решение. Нам нужны камеры, нам нужны шлагбаумы. Что касается ремонта дорог, то в 2019 году коммунальные службы устранили 4,5 тысячи ям. Кроме этого, 6 тысяч поврежденных участков дорог в жилых дворах будут приводить в порядок в 2020 году. Также капитальный ремонт ожидает 8 улиц общей протяженностью 10 километров. Улица Калинина, улица Кирова, улица Московская, Чапаева, Железнодорожная, 3-й Железнодорожный тупик, Октябрьская улица, Микроусходная, Ленинский проспект. Не останется без внимания в 2020 году и программа ремонта подъездов. Дмитрий Волошин обязал своих заместителей усилить контроль за управляющими компаниями, которые обязаны подключиться к ремонту парадных. И люди об этом не знают. Я задаю вопросы на приеме населения. Вы знаете, что вам пора делать ремонт подъезда? Люди говорят, мы не знаем об этом. А деньги платят. А недобросовестные управляющие компании пользуются тем, что 2-3 жильца знают в доме, а остальные нет и не делают ремонт. Откладывают его, тем самым экономив деньги. А куда они деваются эти деньги, уже проверяют и прокуратура, и УБЭК. Я вас прошу держать это на особом контроле. То есть наращивать мощности, наращивать темп по ремонту подъезда. Всего в 2020 году запланировано провести ремонт в 86 домах. Это 253 подъезда.